Друзья, всех приветствую! Находимся в BMG Drive Online. Сегодня в этом аэропорту увидите два самолёта. Два самолёта, которыми управляют профессиональные пилоты. И они перевозят 50 человек на базу отдыха. Наша задача сегодня с мистер Кеем. Мистер Кей, привет! Приветствую! Обычненько. Мы как пилоты спокойненько отвезём их на несколько километров отсюда. Там есть у нас аэропорт также. И наша задача без каких-либо последствий аккуратненько приземлиться и доставить всех людей в целости и сохранность. Потому что люди хотят отдохнуть, лето заканчивается, и мы, естественно, исполним их мечту. Правда ведь? Конечно же! Я тебе сразу скажу, что на самом деле это дело непростое. Управлять самолётами нужно обязательно всё проверить, чтобы двигатели работали, шасси выпускались. У вас всё проверено, командир корабля? Проверять должны не командиры, а технические службы на земле. Я уже вообще пью кофе и готов взлетать, жду только тебя. Да, я согласен, согласен. Лететь нам примерно около 15 километров, хочу заметить. Сколько 15 километров? Да, около 15. У нас, к сожалению... Можно было на автобусе доехать какие-то 15 километров? Понимаю, но у нас проблема в том, что дороги плохие, да, российские, и ребята решили именно полететь. Поэтому здесь недалеко, аэропорт сразу же будет через 15 километров здесь. Попробуем вместе разом их отвезти. 50 человек. Ладно, двигатели запущены. Давай, набираем тягу и взлетаем. Вообще, я тебе сразу скажу, это небезопасно. Никто так друг за другом не летает в реальной жизни, только если на парадах каких-то. Я согласен, но летают самые профессиональные пилоты. Мы с тобой профессионалы. У нас за бортом, как говорится, много часов полёта, поэтому проблем нету. Итак, идём на взлёт. Всё в порядке у вас? У меня всё в порядке, да. Набираю скорость прямо за тобой. Принято. Итак, скорость 200 километров в час. Начинаем взлёт. Внимание. Есть. Я оторвался. У вас всё в порядке? Слушай, у нас всё в порядке. Слушай, на самом деле нам настолько много надо летать, что как только мы приземлимся, мы даже в океане не сможем искупаться. Нам нужно будет сразу лететь обратно. Так что времени терять нельзя. Ни минуты простой быть не должно у этого самолёта. Он должен летать как часики. Я согласен, потому что лето подходит к концу. Люди потихонечку ещё успевают как-то полетать, отдыхать. И мы исполняем их мечты, по сути. Ну, а 50 человек чувствуют себя хорошо, в принципе, как я понимаю. Так, нам уже начали стюардессы разносить, пока мы летим 15 километров кофе, чтобы побыстрее послужить пассажиров. И еду, главное, чтобы не забыли тоже. Чтобы успели перекусить, да. Так, всё в порядке у вас? Я уже вижу аэропорт отсюда. Вы как видите? Да, я тоже уже вижу. Нам уже посадку надо совершать. Ты готов? Да, мы сейчас... А ты, я смотрю, шасси даже не убирал. Я не убирал. Да, тут близко. Я же надо ускориться, потому что слишком быстро эти награды. Ну, мы сейчас петлю, мы сейчас петлю делаем. Аккуратно, вы что творите? Вы что творите-то? Я задел. Ты меня задел. Я живу-живу. Я тебя что-то оторвал там, по-моему, да? Да, ты мне... У меня что-то с этим... С хвостом. Ну, ты что творишь-то? Мне как сейчас приземлиться-то? Ты целый полетел? Слушай, я тебя задел, но я вообще не развалился. Ой, блин, я слишком близко. Куда ты? Чёрт. Давай-давай посадим. Давай посадим. Мне теперь посадить нужно. Я не знаю. Я без хвоста. Ты без хвоста, по-моему. У меня нет куска. Ты как летишь вообще ещё до сих пор? У меня нет куска хвоста. Слушай, ну меня водит сильно. Я не знаю, как ты так, конечно, не рассчитал. У меня сейчас падение будет. Ё-моё, а? В смысле? Ты уже падаешь, я тебя не вижу. Нет, живой ещё, живой. Живой. На радаре видишь меня? Я тебя вижу. Я, в принципе, готов уже садиться. Я, правда, полосу пролетел. Я вижу вас, вижу вас, уважаемый. Всё, садитесь. Ладно, давай, давай, да подожди. Давай от начального плана не будем отталкиваться. Всё-таки мы друг за другом летим. У меня тяги нету. У меня 180 километров в час. Я разбиваюсь, блин. На поле садись. 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 Чёрт. Я уфа. Господи. Я разбился. Спасибо. Я смогу на поле сесть, как думаешь? Нет, это слишком опасно будет. Ёлочки впереди, ёлочки впереди. Да куда ты? Кошмар. Просто отдохнули. Это вот всё из-за тебя начало вести, когда ты меня задел. Слушай, ну мы доставили пассажиров поближе к океану. Мне придётся от аэропорта теперь ещё ехать. Слушай, ну мы рядышком с аэропортом приземлились. Ну как приземлились? Немножечко неправильно, конечно. Слушай, ну надо миссию выполнить. Кабина в стороне валяется, да? Кошмар. Кошмар. Ну у тебя последний даже серьёзнее в дерево попал. Ладно, Макс, не позади меня, пожалуйста. Я очень тебя прошу прощения. Если же так получилось, давай теперь ты сзади полетишь, чтобы больше такого не было. Кошмар. Ну я так понял, ты дистанцию не соблюдал. Это самое главное правило пилотов соблюдать дистанцию между самолётами. Ко мне стюардесса зашла кофе подлить. Я засмотрелась и, в результате, отвлёкся. Ладно, неважно. Всё, забыли об этом. У нас новая партия пассажиров. Командуйте, командуйте. Вы впереди идущие им. Пожалуйста. Хорошо, всё. Начинаем увеличивать тягу. Принято. Тяга увеличивается. И, собственно, начинаем взлёт. Лететь нам недолго. Но главное, чтобы теперь всё произошло без сюрпризов и других казусов. Так точно. По прилёту в аэропорт тягу надо будет резко убирать и делать петлю. Но не мёртвую. Буквально на разворот. Макс, ты меня догоняешь. Тебя не смущает это? А, увеличь тягу чуть-чуть. Побольше. Я и так на максимальной тяге лечу. Ну увеличь тягу чуть-чуть. Убери ты тягу. Увеличь тягу, говорю. Убирай тягу. Я не буду убирать, я уже взлетаю. Я уже взлетаю. Ты чё творишь-то? Ну ты чё творишь-то? Зачем? Ты меня зацепил с собой. Это ты меня зацепил с собой, между прочим. Ты приказал. Ты приказал увеличивать тягу. Я почему-то тебя догнал. Ты должен был первый начать увеличивать, чтобы и расстояние было между нами. Ты опять убил всех. Надо увеличить тягу постепенно, а не на максимум. В смысле? Ты убиваешь. Мы доставили их обратно в терминал. Всё нормально. Сейчас новые самолёты подгрузят и будет нормально. Отлично. Третья попытка. На минуточку. Внимание. Третья попытка. В этот раз я даже не буду говорить, что я тягу увеличиваю, чтобы я успел разогнаться. Всё, я увеличиваю тягу. Блин, ну простая задача. Реально, Рома, у нас простая задача. Просто приземлиться. Взлететь. Ладно, взлёт у нас получается, и то не всегда. Но просто приземлиться. Спокойно. Держимся. Пожалуйста, держим дистанцию и всё. Проблем у нас не будет никогда больше. Скажи честно. Ты выпил перед рейсом? Нет, зачем? От тебя были сейчас две автокатастрофы. От тебя конкретно. От меня вот вторая автокатастрофа была от тебя, потому что ты в меня влетел сзади. Ты даже отказывался сбавлять тягу. Типа, давай, взлетай, всё будет нормально. Да потому что это слишком было бы неправильно. Понимаете? Это было бы неправильно. Я уже начал. По-моему, это было правильно. Надо избавляться всё-таки от возможности авиакатастрофы. В любом случае. Шасси не убирай, потому что, мне кажется, из-за этого тоже будут проблемы какие-то. Ну почему вы так летите сейчас медленно-то? Я не понимаю. Не догоняй меня. Почему ты... Ну что вы делаете? Что вы с них... Куда? Какие крутое правило. Понятно. Ну, блин, замечательно. Понятно. Ещё и на мель. Дождались к океану. Ещё и прям на мель сели. Кошмар. Вот опять из-за тебя проблема взял и влетел меня в сзади. Ты говоришь, дистанцию соблюдать? Да, но ты должен увеличивать был скорость. Я-то держал её. Я летел на скорости 300 миль в час. Куда дальше увеличивать? Мы доедем сегодня... Посмотри, обломки теперь падают. Мы точно должны доехать, а не долетать. Вот ты правильно подметил. Реально, лучше бы два автобуса пустили по плохим дорогам. Ладно, Макс, я знаю, у нас самая большая проблема, потому что аэропорт слишком близко. Слишком близко. Нам нужно менять аэропорт, везти их дальше, пока отпуск ещё не закончился. Ну, у нас там есть километров 50 аэропорт дальше, если только дотуда. 50? То есть, 15 это слишком мало, 50 уже слишком много. Ну, это не много, но всё равно. То есть, давай туда тогда, давай на ту тару. Ладно, увеличивай, увеличивай тягу, давай разгоняться. Всё, давай, максимально сосредоточились. Нажми на 2. На 2 нажми, так удобнее будет. Хотя бы будешь понимать вообще всю суть. Где ты находишься. Да, я даже не вижу тебя сзади. А я вас вижу, товарищ командир. Вижу вас, прекрасно. Так, идём на взлёт. Ох, ладно, по крайней мере, теперь дистанция нормальная. Вот такую дистанцию давай держать. Хорошая дистанция. Всё, 200 миль в час, километров в час. Я взлетаю. Согласен, тоже пошёл на взлёт. Так, шасси убираем, дальше летим или как? Да, 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 так точно. Так точно, товарищ командир. Так, убираем шасси. Я вас не вижу. Я над тобой, блин, я над тобой. Как ты меня опять опережаешь-то? А чё, а чё, почему у нас так? Я не понимаю. Так, ладно, неважно, взлетаем. Давайте, давайте немножко скорректируем, пожалуйста, да, обороты как-то. Выравнитесь, выравнитесь, пожалуйста, товарищ командир. Давай для начала взлетим на большую высоту, потому что аэропорт всё равно дальше, а там уже к ней разберёмся. Я сзади тебя уже лечу. Всё, видишь, получается, у нас там впереди идут горы по правую сторону. Да, да. Вот получается в сторону них, да, и за ними у нас где-то и будет расположен аэропорт, если я не ошибаюсь. Всё, я тогда выравниваюсь, я тогда выравниваюсь и беру курс на горы. У вас всё в порядке, товарищ командир? Да, я лечу прямо слева от тебя, всё в порядке. А, вижу, красиво, всё. Вот это, я понимаю, вот это слаженная работа профессиональных пилотов. Профессиональный пилотаж, да, действительно. Абсолютно, абсолютно. Мне даже приятно. Посмотри, как это красиво выглядит. Посмотри. Замечательно. Просто два профессионала летят, значит, отдыхать тоже вместе с людьми. Так, готовься. Но у нас работа всё-таки, мы не совсем отдыхаем. Ты слишком далеко от меня улетел, сбавляй тягу. Сбавляем, принято. Сокращение дистанции. Слушай, на большой высоте летать приятнее. Всё-таки и виды гораздо больше и красиво, красиво. Согласен, согласен. Так, вот полностью горная местность, которую мы сейчас видим. За неё, туда по правую сторону. Итак, внимание, сейчас уклон на правую сторону. Ага, поворачиваю тоже направо. Плавненько, плавненько. Отлично. Плавненько поворачивайте. Угу. И дальше уже как раз-таки аэропорт увидим. По-моему, отсюда уже виден он. Если что, если аэропорта не увидим, то сядем на дорогу. Ничего страшного. Так, но ты не забывай, мне нужно приземлиться раньше тебя. Поэтому давай я тебя обгоню. Вот так вот так. Ты на обгон пошёл? Обгоню! Ты чё творишь-то? Да ты чё творишь-то? Куда ты? Ты потерял... Так, кошмар... Я сейчас выживу. Да нет! Я падаю! А ты... У тебя хвостанет. Да нет! Зачем? Зачем опять обогнал? Зачем обогнал меня? Вот надо было. Я даже без комментариев это оставлю. Потому что это была дикчайшая ошибка с моей стороны. Я признаю её полностью. Но в любом случае мы померли, так что уже не важно. Это был такой красивый полёт. Всё было идеально. До этого момента, как ты меня решил обогнать. Опять дистанцию. Не соблюдаешь, ты виноват во всех катастрофах. Товарищ командир, впереди. Вижу полосу. У нас есть с вами возможность сейчас проявить свой профессионализм и показать ребятам, что мы профессионалы. Вы готовы к посадке? Наконец-то у нас появилась такая возможность спокойно приземлиться. Без каких-либо происшествий, надеюсь. Давайте, аккуратненько. Вы готовы? Я готов. Тем более дистанция хорошая. Я думаю, сейчас без проблем совершим посадочку. Всё понял. Такую плавную. Итак, тягу уменьшаем полностью. Внимание. Уже? Да, внимание. Приземляемся. Ладно. Так, скорость. Слушай, а на полосы-то хватит? На большой скорости я что-то захожу. 300 км в час у меня скорость. Хватит, хватит. Там скорость. Конечно, конечно. Главное приземлиться очень плавненько. Очень плавненько. Итак, приземление пошло. Есть. Блин, шасси. Да, у меня шасси передняя проблема. Давайте, приземляйтесь, приземляйтесь. Но оно немножко поломалось. Я приземлю... У меня тоже проблема с передней шасси. Всё, сели. Мы сели. Мы сели. А как тормозить-то? Эй, куда вы, куда вы? В сторону, в сторону. Тихо, тихо, тихо. Выворачивай, выворачивай. Так я специально вывернул, чтобы в тебя не врезаться. Кошмар, опасен. Блин, деревья. Тормози меня. Затормози меня. Меня затормозить. Да твою мать. Тихо, 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 тихо. Ё-моё. Врезались. Слушай, ну, я бы сказал, что... Совершили хорошую посадку. Аварийную? Но, в принципе, живые, по-моему, все, да? Все живые. Мы, главное, добрались до цели, никого не убили. Я не знаю, а как они должны были остановиться? Он вообще не тормозил. Я не знаю. У меня тяга полностью была выключена. У нас, видимо, обратной тяги нету. Может быть, есть, но я не разобрался в самолёте особо. Поэтому, извините. Что ты хочешь сказать? Надо катапультироваться, что ли, на посадку? Нет, это говорит профессиональный пилот. Я не разбрасывался в самолёте. Вот так это работает, ребят. Но получилось хорошо. Долетели, приземлили, самое главное. Да, загорелись даже немножко. Но, в любом случае, главное, приземлились. Так, товарищ командир. Я вам сейчас дам возможность впереди быть. Да, вы меня не спасли в тот раз, конечно, к сожалению. Но, надеюсь, сейчас у нас будет хорошо. Я не знаю, как я должен был тебя спасти. Вот, скажи варианты, как я должен был тебя спасти. И как я должен был тебя затормозить. Ну, товарищ командир, товарищ командир. У нас была скорость большая. Вы были правы в тот момент. Сейчас скорость, в принципе, будет меньше. Давайте немножко на снижение идём. Ну, не знаю. Я опять на скорости 300 км в час захожу. У меня уже 280. У меня скорость меньше на этот раз. Я думаю, что мне хватит за это посадочное полосы. Слушай, в принципе, да. У меня тоже 260 уже. 260 тоже. Замечательно садимся. Мне кажется, сейчас даже шасси в передней у нас не развалится. Ой. Да, главное, чтобы не жёсткое. Главное, чтобы не жёсткое. Капец. Всё в порядке у вас? Ну. Я приземляюсь. Я идеально... Ну, блин, не подчините идеально. Я сажусь. У меня шасси в этот раз. Блядь, опять-то сломалась. Я сажусь. Есть! Я не сломал ничего. Обалдеть. Ничего не сломал? Да. Так, полностью. Так. Ну, как назад тягу-то? А теперь тормозить. Ну, скажи кнопку мне, пожалуйста. Как назад? Я не знаю кнопку. Может, просто на S нажать. Блин. Не знаю. Нет, скорость большая. Тормози. Ну, чё такое-то? Мы опять летим в деревьях. Поймай меня хотя бы. У меня скорость большая. У меня 145 скорость. А, мне опять крылья сломались. Держи. Бля, бля, кабина отлетела. Держи. Ура! Это невозможно. Она маленькая, эта полоса. Реально маленькая. Прям корпус меня протарарил. Ну, как маленькая? Нормальная так-то полоса. Мы просто тормозить не умеем. Ну, к самолёту же должен тормозить. А он не тормозит. Нет, в данном случае он тормозит, но очень медленно. Может быть, мы тогда совершим аварийную посадку на поле? Мне кажется, идеальный вариант. Итак, друзья, на этот раз мы совершим аварийную посадку конкретно на поле. Учитывая, что полосы, к сожалению, для такого большого самолёта, как Ан-12, не хватает. Надеюсь, кукуруза нас затормозит. Да, вот что ты хотел сказать? Ну да, а почему бы нет? То есть там поле чистое, в принципе. Здесь расстояние, по крайней мере, больше, чем у той полосы. Итак, вы готовы? Я готов. Лечу прямо посадить тебя. Готов наблюдать, как ты гениально сажаешь свой самолёт. Так, плавное приземление. Пошли. Аккуратненько. Есть! Ты прямо на большую скорость не решил садиться? Да, 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 шасси поломалось, конечно, но, в принципе, есть! У меня получилось. Вы как? Вы нормально? Я подземлился тоже. Я тоже. Видишь? Хорошо, тормозим, тормозим. Тормозим. У груза, у нас не тормозит, что-то скорость не уменьшается. Не, нормально, нормально, сейчас остановимся. Слушайте, у вас тоже, да, переднее шасси упало, я так понял? Да, оно всегда отваливается почему-то. Блин, опять не хватит, походу. Опять не хватит. Ты что, издеваешься? Опять в деревья? Опять не хватит, да, выворачивай. Тут издевательство какое-то. Тормози, тормози, тормози. Во! Тихо, 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 тихо. Тихо, 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 тихо. Опа! Под меня прям! Не бегай себе! У меня самолет не развалился. Да, да, это круто. Я только что спас тебя, по сути. Да, ценой своего самолета. Так, так точно, так точно, командир. Слушайте, ну, уже лучше, уже лучше. Профессионализм прям растет на глазах. Друзья, если вам эти полеты красивые, настоящих профессионалов понравились, то обязательно поддержите, пожалуйста, этот ролик лайком. И также не забывайте писать свои идеи по Beamge Drive Online. А я каждому из вас благодарен за просмотр. Желаем всем удачи и пока. Пока! Продолжение следует...